Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров принял участие в работе заседания Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. В Казани запустился круглосуточный мобильный медицинский комплекс, в котором диагноз можно получить сразу. Мобильное оборудование это то же самое, что в стационаре, просто оно, образно говоря, перевозится в специальные машины, в которых все уже оборудовано для таких целей. Количество электросамокатов увеличивается, а вместе с тем растет и количество несчастных случаев. Как избежать травм и предусмотрены ли правила по передвижению электросамокатов? С прошлого года было рассмотрено несколько интересных судебных споров относительно тех, кто катался на самокате. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Камила Хайрулина. С представителями Организационного комитета 4-го российского конгресса по катализу Роскатализ встретился сегодня ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Обсуждались вопросы, связанные с проведением мероприятия на территории Республики Татарстан, в частности на площадке Казанского федерального университета. В главном здании Казанского университета состоялось совещание по вопросу о международном сотрудничестве между КФУ и Банковско-финансовой академией Узбекистана в режиме видеоконференции. Участие принял ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. В Казанском федеральном университете состоялась презентация книг представителей реформаторской мысли в исламе, богословов Джамала Аддинна Ал-Афгани и Мухаммада Абдо, а также сборник биографий 30 духовных и общественных деятелей татар 19-20 века. Мы лишь только возрождаем ту прекрасную славную традицию, которую наши татарские алимы 19-го столетия вели. Мы это делаем более массово для русскоязычной академической науки. В Казани запустился круглосуточный мобильный медицинский комплекс. За один выезд врач проведет осмотр, соберет анализы и поставит точный диагноз. Как устроена клиника на колесах, расскажем в следующем сюжете. Чудеса современной медицины – не только качественное обслуживание, но и широкий спектр услуг. Еще недавно за квалифицированной помощью приходилось стоять в очередях. Теперь осмотр терапевта, консультацию профильного врача и мгновенные результаты анализов можно получить, не выходя из дома. Достаточно позвонить, и мобильный комплекс доставит к вашей двери специалиста и необходимое медицинское оборудование. Мобильный медицинский комплекс запустился в период карантина. Была очень острая необходимость выезда пациентам на дом. И мы как раз наш проект довели до совершенства. И мобильное оборудование – это то же самое, что в стационаре. Просто оно, образно говоря, перевозится в специальные машины, в котором все уже оборудовано для таких целей. Такой способ своевременной медицинской помощи особенно актуален для тяжелых больных. Врач-терапевт выясняет жалобы, симптомы и историю болезни, проводит УЗИ и ЭКГ, исследования анализов мочи и крови. Мгновенно получая результат с помощью современного оборудования, врач ставит предварительный диагноз. Далее терапевт оказывает квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости он связывается через телемедицинский порт с профильным специалистом и проводит врачебный консилиум. Этот подход мобильного центра параклиника отличается от обычных видеоконсультаций. Ведь врач делает выводы, опираясь не только на картинку на экране и слова пациента, но и на заключение осмотра коллеги. Ранее супруга пациента уже обращалась в платные медицинские учреждения. Однако не все из них решили ее проблему, устроили по качеству и стоимости оказываемых услуг. Вызвала врача только за то, что он перешел дорогу, одну дорогу, дом находится напротив. Вот это стоит 800 рублей. Это значит этот врач. Потом медсестра должна прийти, взять анализы. Это тоже переход улицы. Дальше другой врач и так далее. То есть это очень и очень накладно. Особенно для пенсионеров. Медицинская организация вот такого типа, когда приезжает машина и тебе могут сделать любой анализ. Это и УЗИ всех органов, и анализы на месте. Это же так здорово. Поэтому я всем своим друзьям буду советовать, чтобы они обязательно, обязательно воспользовались вот такими услугами, медицинскими услугами. Вызвать мобильный медицинский комплекс могут все желающие. Сотрудник, которому стало плохо на работе. Мама в декрете, которой не с кем оставить ребенка. Среди прочих услуг параклиники – оформление справок, инъекции, мануальная терапия. Руководитель медицинского центра поделился тем, какие нововведения стоит ожидать в ближайшее время. В перспективе мы рассматриваем вопрос об выездной рентгенологической помощи тем пациентам, кто не может ходить, у кого переломы шейки бедра таких очень колоссальные. То есть количество, кому нужно на месте, не перевозя в стационар, на месте провести рентгеновское обследование. Помимо мобильного комплекса и специалистов, подключающихся по телемосту, круглосуточный медицинский центр располагает клиникой с кабинетами уролога, офтальмолога и других специалистов по адресу. Казань, улица Восстания, 129. Для того, чтобы вызвать медицинскую службу на дом, необходимо позвонить в регистратуру параклиники по следующим номерам телефонов. Тише едешь, дальше будешь. Эта пословица сегодня актуальна, как никогда. За май в трампункты города после падения с электросамокатов обратились 915 человек. Возможно ли избежать несчастных случаев, если придерживаться элементарных правил дорожного движения и предусмотрены ли эти правила. Подробности в следующем сюжете. Электросамокаты сейчас набирают огромную популярность среди городского населения. Это удобно, быстро и не так уж и дорого. Достаточно скачать приложение на телефон и подключиться к электросамокату, чтобы он поехал. Так ли все это прекрасно, как кажется на первый взгляд? Увеличение количества электросамокатов приводит к тому, что возникают обязательно вопросы по их правовому регулированию. В данном случае это касается правил дорожного движения и правил передвижения в зонах отдыха, которые принимаются на муниципальном уровне. По словам Юрия Лукина, не все запреты на электросамокаты будут соответствовать вышестоящим законам. Желание города зарегламентировать все и поставить на жесткий контроль не всегда будет законным. С прошлого года было рассмотрено несколько интересных судебных споров относительно тех, кто катался на самокате. Самый яркий пример – это был случай с мужчиной, которого пытались лишить алипатическое удостоверение категории «Б» за нахождение пьяным на электросамокате в силу того, что сотрудники ГИБДД предстались признать его транспортным средством. На уровне Верховного суда это решение было отменено и человек остался с правами. Существует другая точка зрения, которую неоднократно представители ГИБДД оглашали на пресс-конференциях, что самокаты тоже делятся на разные категории. Есть настолько мощные самокаты, что они должны быть явно транспортными средствами, утверждает Юрий Лукин. Однако владелец компании по аренде электросамокатов говорит, что использовать самокат безопасно, и 99% случаев ДТП – это прокатные электросамокаты, и что непосредственно их владельцы более ответственные. У нас в прокате, прежде чем тебе выдать самокат, ты должен в залог оставить паспорт и заполнить акт приема передачи. Поэтому люди, которые берут прокат в стационарных прокатах, типа моего, гораздо более ответственно относятся к технике, потому что понимают, что с них спросят за любой косяк, они ездят на нем гораздо более аккуратно, чем вот эти шеринги, которые просто ужасно относятся к технике, бросают где хотят. Булат Закиров подчеркнул, что Казань готова к использованию электросамокатов. Нужно только законы менять полностью под электросамокаты. По этому вопросу мы обратились и к жителям нашего города. Нужно быть экипировкой, чтобы они ездили и в шлеме, и в наколенниках, да. И мне кажется, чтобы они ездили на дорогах, на самокатах. Я совмещаю работу с учебой. Если бы не самокаты, то я бы еще больше опаздывал на пару, чем сейчас. Мне кажется, что для самокатов нужно создать специальные, так скажем, самокаты-дорожки, велодорожки, где, чтобы самокатчики ездили не по всей территории, так скажем, и не сбивали людей, потому что есть и такие ситуации, а по определенным местам. Их количество, мне кажется, с каждым днем растет. Хотелось бы как-то это норматизировать, чтобы была норма, сколько должно быть в городе. Наверное, должны быть какие-то правила, нас нужно регламентировать. Нужно ввести, наверное, какие-то права и, соответственно, разделить ответственность между пешеходами и теми, кто перемещается на самокате. Татарстан стал пилотным регионом, в котором хотят отладить правила передвижения для самокатов. На этом все. В студии была Камила Хайрулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok